Ифтар для врачей. В одном из банкетных залов Мухачкалы и Муфтят Республики организовал мероприятие для медиков, отличившихся во время пандемии. Тревожная статистика. На дорогах Республики растет количество аварий. В причинах разбирались вместе с гостем программы. На наши вопросы ответил главный автоинспектор Дагестана Александр Шалагин. Религии пророка. Мир ему и благословение. Вместе с Рамаданом многие дагестанцы имели уникальную возможность увидеть своими глазами ассары посланника Всевышнего. Шокирующие факты и официальные данные. В историческом парке «Россия. Моя история» стартовала экспозиция НАТО «Хроника жестокости». Здравствуйте. Это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. В Мухачкале в Доме дружбы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднику Роза Байрам. Поздравить детишек пришли муфти Республики, шейх Ахмад Афанди, а также представители органов власти. В программу торжества вошли театрализованные инсценировки, нашиды известных исполнителей, викторины с призами, а по окончании праздника дети ждали подарки от организаторов. На мероприятие побывала и наша съемочная группа «Ей слово». Актовый зал Дома дружбы собрал тысячи детишек. Рядом с ними их любимые родители. В преддверии праздника Роза Байрам Муфтият Республики организовал для них торжественное мероприятие. Сегодняшний день он заполнен для всего мусульманского мира немного грустью, потому что мы сегодня прощаемся со священным месяцем Рамадан. Но есть и волнительные нотки, потому что завтра у нас праздник – Идульфитр, Роза Байрам. А праздник – это всегда радость, которая объединяет всех нас. Поздравить взрослых и детишек с наступающим праздником пришли муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди, а также представители региональной власти. Такие вот большие мероприятия, где говорят все правильные вещи, где слушаются священные тексты, где просто квинтэнсенция такого добра, какого-то всего очень хорошего, светлого, доброго и правильного происходит, должно, конечно, происходить с самого детства. Вниманию маленьких зрителей в этот день были представлены театральные постановки. Для них звучали строки из священного Корана и нашиды известных исполнителей. Ну а в завершении мероприятия всем детишкам выхода раздали подарки со сладостями. Было очень весело, очень красивые нашиды были. Спасибо всем, кто это устроил. Было очень чудесно, очень красиво. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Мне понравилось. Было много нашидов. Очень понравилось. Первый раз на такое мероприятие, честно сказать. Правда, на маленькое не поняла, а так все было шикарно, на высшем уровне. Спасибо большое. Мероприятие в канун праздника Ураза Байрам проводится ежегодно. Задача организаторов – обрадовать в первую очередь те семьи, которые больше всего в этом нуждаются. Целью, можно сказать, этого мероприятия – немного украсить в виде этого праздника для детей, потому что все приглашенные дети, они, как я и сказал, дети из нуждающихся семей, из детских домов, мы данным мероприятием хотели немного украсить для них этот праздник. И сам праздник Ураза Байрам как-то отметить, чтобы немного привить именно праздник Ураза Байрам, что это является радость, праздник, веселье и так далее. На неделе глава Дагестана обсудил вопросы модернизации здравоохранения и развития медицины республики. Одна из ключевых проблем медицины Дагестана, по словам Меликова, заключается в недостаточном количестве и качестве объектов здравоохранения. Так, 7% зданий медучреждений сегодня находятся в аварийном состоянии, 41% размещены в приспособленных помещениях, а более 6% в арендованных. В этом году в Дагестане будет построено более 50 ФАП и врачебных амбулаторий и две поликлиники. На эти цели предусмотрено около 600 миллионов рублей. Подробно о проблемах и перспективах медицины региона Сергей Меликов и министр здравоохранения Татьяна Беляева рассказали в беседе с журналистами республиканских СМИ. Именно по первичному звену, несмотря на проблему других направлений здравоохранения, мы за прошлый год практически все мероприятия, которые планировали, выполнили. В этом году мы усилия наращиваем. Мы наращиваем усилия на строительстве новых поликлиник, наращиваем усилия на строительстве новых ФАПов. Ищем новые формы сегодня по реализации строительства и развития системы фельдшерских пунктов. Параллельно с этим стараемся те недостатки, которые у нас в этой работе были допущены за прошедшие годы, тоже реализовать. Например, мы имеем прецедент, когда где-то ФАПы были построены, но до сих пор не введены в эксплуатацию. Здесь требуется не только решение медицинской отрасли или строительной отрасли. Здесь нужны правильные административные решения. Реализуется программа «Озенский доктор». Мы ее успешно реализовали уже на протяжении долгого времени, с 2012 года. В прошлом году мы полностью реализовали эту программу. В этом году у нас предусмотрена реализация этой программы. 184 специалиста, из которых 171 – это врачи и 13 фельдшеров, будут трудоустроены в сельскую местность. Что же касается предусмотрения средств на улучшение материально-технической базы и санитарного состояния лечебных учреждений, то это действительно есть в программе модернизации. 379 единиц медицинского оборудования будет приобретено, и закупки уже полным ходом идут. И даже есть отдельные поставки, и на это выделено из федерального софинансирования, из республиканского бюджета более 190 тысяч. Это намечена реконструкция пяти объектов здравоохранения общей суммой более 200 тысяч миллионов рублей. А также это капитальный ремонт 60 объектов здравоохранения. НАТО «Хроника жестокости». Мультиформатная экспозиция под таким названием открылась на неделе в историческом парке «Россия. Моя история». Выставка посвящена ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса. Экспозиция, подготовленная Музеем современной истории России, состоит из архивных фото, видеокадров, документов и официальных данных. Подробнее о событии расскажет Варьяна Шумхалаева. 73 года исполняется в этом году НАТО. Эта организация – один из инструментов попытки сдерживания нашей страны, считают специалисты Музея современной истории и Ассоциации исторических парков. Именно поэтому зародилась идея провести тематическую выставку. Министр образования и науки Ехья Бучаев, открывая мероприятие, отметил, что рад тому, что и махачкалинцы смогут ознакомиться с шокирующими и отвезляющими фактами истории военного блока, созданного в свое время для прямого противостояния СССР и его союзникам, а теперь и России. Прошло 77 лет со дня Великой Победы, которую мы вместе с вами будем праздновать 9 мая. Все эти 77 лет вот эта прогнившая западная прослойка не оставляла в покое нашу страну, втягивая в различного рода локальные и глобальные конфликты, не давала развиваться нам, не давала стать сильными, навязывала нам свои ценности, свои приоритеты, свою политику, опять же, прикрывая все ложью, фальшью, фальшью. Среди разделов экспозиции есть архивные свидетельства присутствия Альянса на территории Ирана, Афганистана, Югославии, Сирии, Вьетнама и других стран. Подробности можно было услышать здесь же от гида. Основная суть нашей выставки – показать военно-техническую направленность блока Североатлантического Альянса, именно лживую военную риторику НАТО, которая на протяжении всего 20 века и в современный период проводит военно-технологические и военно-оккупационные операции на территории всего земного шара с целью утверждения своих идей и взглядов. Сзади меня картина, которая демонстрирует основной результат этих военных операций. В первую очередь это жертвы среди мирного населения, уничтоженная инфраструктура и города. Преподаватели, пришедшие на выставку вместе со школьниками, старались подчеркнуть больше текстовой информации, чтобы потом дополнительно провести занятия со своими учениками. Соединенные Штаты и Североатлантический Альянс всячески пытаются противодействовать этому и, можно сказать, прибрать к своим рукам государства, такие как Украина. После этого, соответственно, продвинуться на Азербайджан, скажем так, Грузию, Армению, Белоруссию, ну и, конечно, сковать полностью Российскую Федерацию. Соединенные Штаты являются основным агрессором Североатлантического Альянса, это не секрет. На сегодняшний день мы знаем, сколько государств подверглись нападению в рамках якобы борьбы с терроризмом со стороны Североатлантического Альянса, именно Соединенных Штатов. Наши дети сегодня, вот я как преподаватель ОБЖ был, преподаватель до призывной подготовки, тоже такой объем информации, как сегодня, я не смог бы в любом случае дать. Те фотографии, которые мы увидим сегодня на данной выставке, они показывают истинное лицо. Ну вот, данная экспозиция, само мероприятие, оно хорошее, оно показало НАТО не с хорошей стороны, они показались агрессорами, вели многие войны. Вот, даже данная фотография показывает то, что среди руин, среди разрухи девочка пытается создать какую-то жизнь, развлечение и, ну, впечатление хорошее, но все равно эмоции остались немножко плохие, немножко грустные. Выставка открыта для посетителей до июня на бесплатной основе. Ларьяна Шамхалаева, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Махачкала. На дорогах Дагестана по-прежнему неспокойно. Несмотря на принимаемые госавтоинспекцией меры, количество ДТП в республике только растет. Особую озабоченность вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. По итогам первого квартала этого года в 39 ДТП с участием несовершеннолетних шестеро погибли и 38 получили ранения. В 13 случаях дети становились участниками ДТП в качестве пассажиров и 24 пешеходами. Чтобы поговорить о ситуации на дорогах республики, мы пригласили в студию руководителя госавтоинспекции Дагестана Александра Юрьевича Шалагина. Александр Юрьевич, приветствую вас. Добрый день. На самом деле ситуация на дорогах Дагестана, она немножко печальная. Только вот мы наблюдали за статистикой, за прошлую неделю совершено 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек, среди погибших один ребенок. И 33 человека получили ранения, в том числе трое детей. Как прокомментировать эту статистику? И в целом есть ли тенденция к снижению количества ДТП? В целом начну с конца вопроса о тенденциях. Тенденция в этом году есть к снижению количества ДТП, раненых и погибших в автоавариях. Но хотел бы напомнить, что в соответствии с показателями оценки деятельности действующей стратегии по обеспечению безопасности ДТП в России и федерального проекта по безопасности ДТП, основным для нас критерием оценки сейчас является транспортный риск. Что такое транспортный риск? Своими словами, это количество погибших на 10 тысяч транспортных средств. Вот с этого года, в этом году этот показатель стал основным. В прошлом году еще мы оценивались по социальному риску, это количество погибших в автоавариях на 100 тысяч населения. Сейчас социальный риск стал вторым критерием, но основным все-таки является транспортный риск. Что это значит для нас? На сегодняшний день есть тенденция к снижению количества ДТП, есть снижение количества раненых. Но основным для нас является, конечно же, количество погибших. Оно ужасно велико, количество погибших. На сегодняшний день у нас погибло уже 64 человека на сегодняшний день, конкретно на сегодняшнее число. Это за первые 4 месяца получается? Это вот по состоянию на сегодняшний день. 64 погибших. Вы назвали цифру за неделю 10 погибших. Я хочу сказать, что сами, наверное, если посмотрите, соотнесете, то это практически шестая часть от количества погибших во всех автоавариях за прошедший год, за почти 4 месяца. Но я хотел бы сказать не о тех тенденциях снижения, потому что хвалить нам друг друга и самих себя рано, очень рано. У нас в этом году обозначила себя очень серьезная проблема детской безопасности. На сегодняшний день мы уже потеряли шестерых несовершеннолетних. Я хотел сегодня заострить внимание на них, потому что с точки зрения пропаганды безопасности, детской безопасности, я бы еще раз хотел обратиться ко всем, кто нас смотрит, всем, кто меня слышит, всем, кто не слышал раньше и хочет беспокоиться о безопасности своих детей, детей своих близких, родственников. Мы потеряли шестерых несовершеннолетних. Двое из них это примеры преступной беспечности родителей. У нас в двух дорожно-транспортных происшествиях на федеральной автомобильной дороге грудные дети 2022 года рождения погибли на руках у матерей. Мы сейчас имеем возможность по камерам фото-видео фиксации отследить маршрут передвижения любого транспортного средства. Так вот, когда мы анализировали эту ситуацию, мы увидели, что на всех фото, где эти транспортные средства использовались, везде мама везет этого малолетнего ребенка в день дорожно-транспортного происшествия, она везет его на руках. Естественно, в момент совершения ДТП, не пристегнутый ребенок, не обеспечена его безопасность, мы потеряли, так мы потеряли двоих. Просто отсутствие детского кресла. Однозначно. Это даже, знаете, не отсутствие кресла, а вообще преступное... То есть даже при наличии кресла ребенка держит в руках? Тут дело в том, что я бы поговорил больше не о наличии кресла, а вообще о том, что ребенку малолетнему до 12 лет вообще делать нечего на переднем пассажирском сиденье. Тем более на руках у матери. Мама должна находиться, ну в самом худшем случае, на самом безопасном месте в автомобиле, это за водителем. И, конечно же, в детской люльке. Однозначно. Вот у нас произошли два таких резонансных дорожно-транспортных происшествия, причем в одном из них в машине еще находились еще двое несовершеннолетних детей. Они пострадали, потому что они были не пристегнуты ни удерживающими устройствами, ни специальными, ни ремнями безопасности. И еще один случай, который я хотел бы привести в пример, это случай прошлой недели, когда у нас родственники, братья по отношению друг к другу, практически из одной семьи, 11-классники, взяли машину, причем с согласия взрослых. Я не хочу сейчас вдаваться в проблемы, кто это был, какая родственная связь между погибшими и теми, кто им позволил это, но вы задумаетесь о том, что в машине находилось 5 человек. Трое из них утонули от того, что транспортное средство, водитель был не имеющий права управления, 11-классник, не имеющий навыков управления, не справился с мощной автомашиной. Скорее всего, хотел произвести впечатление на одноклассников. Таким образом, все оказались в канале Октябрьской революции на территории Кизляртовского района. Двое из них с чудом спаслись. Трое из них, их больше нет. Это не единственный случай трагический этого года, потому что точно такой же, практически зеркальный автоаварий у нас произошла в Кизлярском районе в начале года. Когда один из несовершеннолетних, не имеющий права управления, посадил своего друга, и они оба столкнулись с лошадью. В итоге водитель остался жив, а его несовершеннолетний пассажир погиб. А вот в случае с несовершеннолетиями, в случае Кизляртовского района, кто несет ответственность? Лицо достигло возраста привлечения к уголовной ответственности. Административная ответственность за передачу управления будет на собственники автомобиля. Это, как бы это ни звучало кощунственно, но это отец одного из погибших. Александр Ильич, Вы назвали ключевые причины возникновения ДТП, но, наверное, есть еще какие-то наиболее актуальные, о которых нужно было бы указать? Да, конечно, это по-прежнему, как и годами ранее, и в прошлом, и позапрошлом году, основным видом даже транспортного происшествия по-прежнему остается столкновение транспортных средств. В своей большей части это, конечно же, выезд на полосу встречного движения. То есть это комплекс проблем, связанный с дисциплиной водителей в первую очередь. Есть у нас и новая тенденция. За эти четыре месяца у нас обозначила себя проблема съезда с автомобильных дорог с последующим опрокидыванием и наезда на препятствия, тоже так же с последующим опрокидыванием. Вот я хотел бы еще заострить внимание на этом, поскольку это явная причина, явные последствия двух причин. Первое, это утомляемость. Человек ночью провел бессонную ночь, либо он долго находился в дороге. И второе, это скорость. Здесь другого не дано. Но так как у нас скорость все меньше преобладает в совершении ДТП, так как система фото-видео фиксации наращивает свои мощности, то... Получается, все-таки камеры возымели определенный эффект сдерживания водителей. Однозначно, не еще не в той мере, как нам бы хотелось, потому что охват пока еще у нас минимальный на федеральной автомобильной дороге, где у нас в прошлом году допущен почти 50% рост количества погибших. Поэтому сейчас мы работаем именно над обеспечением камеры фото-видео фиксации именно в федеральной сети. И чтобы там количество камер было максимальным, не только с точки зрения безопасности дорожного движения, но и с точки зрения безопасности граждан в целом. Вы знаете, что у нас сейчас планируется огромный поток туристов. Это для нас отдельная задача обеспечить их безопасность костей. Буквально перед выходом к вам мне доложили о том, что у нас совершено дорожно-транспортное происшествие. С участием жителей Ставропольского края произошло опрокидывание на нафтомильной дороге Кочубей, Южно-Сухокумск, Нефтекумск, Минеральные воды. На федеральной дороге наши гости с несовершеннолетними детьми, мама, папа и трое несовершеннолетних детей съехали на обочину попутного направления, в дальнейшем опрокинули. Слава Богу, все живы. Сейчас мы занимаемся разбором, проводим проверку, что же там на самом деле произошло. Ну и последний вопрос. Безусловно, в ГАИ проводится какая-то профилактическая пропагандистская работа. И насколько вы считаете она эффективна? Мы с вами тоже сейчас ее проводим. Это очень большое внимание мы уделяем этой работе. Но в своей работе пропаганды мы в большей степени обозначаем связь с общественностью. Мы просим неравнодушных участвовать вместе с нами в пресечении любого вида нарушений правил дорожного движения. Будь то мобильный телефон, в первую очередь, конечно же, грубые нарушения, выезд на пол с встречного движения. У нас создан отдельный контент. Мы в телеграм-канале создали для себя страничку, собираем туда информацию, мониторим сети, затем привлекаем к ответственности нерадивых и туда выкладываем. Многие нас критиковали поначалу. Сейчас у нас больше соратников, чем противников. Поэтому я всех призываю к этой работе. Я прошу наши возможности. В этой части они практически безграничны. Мы можем отследить любое транспортное средство, содержать водителя и привлечь его к административной ответственности, что мы и делаем практически ежедневно. Мы желаем вам в этой работе, конечно же, успехов. И свой клад тоже, безусловно, внесен. Напомню, мы говорили о ситуации на дорогах в Республике Дагестан. И в студии с нами был руководитель госавтоинспекции Республики Александр Юрьевич Шалагин. В священный месяц Рамадан в Дагестане ежедневно проходят коллективные разговения. Так, на неделе Муфтят Дагестана организовал праздничный ефтар для врачей Махачкалы, которые в период пандемии самоотверженно боролись за жизни сотни тысяч людей. Мероприятие посетил духовный лидер мусульман Республики Шейх Ахмад Афанди и министр здравоохранения региона. Подробности в сюжете Хамзану Магомедову. Банкетный зал Европы. Сотни приглашенных. Здесь и главные врачи, и медицинский персонал столичных больниц. Спасибо. Спасибо за то, что не бросили больных. Главные слова этого вечера. Много лет назад мы были в Москве на приеме у врача с Ахмада Афанди. И это был врач-дагестанец. Они очень прекрасно провели прием, обследование. И я спросила у него, почему здесь, в Москве, в Питере, дагестанские врачи, они такие серьезные, такие ответственные. А вы же тот же мединстуд заканчиваете, в том же Дагестане выросли. А у нас в Дагестане такие же врачи, как вы здесь. Он сказал, они такие же, просто здесь ответственности больше. Здесь, если совершить какую-то даже маленькую ошибку, маленький промах, пациенты более требовательные, более настойчивые. А в Дагестане как-то, ну, люди верующие, они всегда говорят, ну, на все воля Аллаху. Как случилось, так случилось. И как-то меньше требуют, меньше спрашивают. Нет худа без добра, говорят. И вот эти годы пандемии, они показали, что нет. Дагестанские, дагестанские врачи, они ответственные везде. И в Махачкале, и в Москве, и в Питере, где бы они ни находились. Поэтому низкий поклон вам всем. Мероприятие почти в саму в тиши Ахмад Афади. Все прекрасно помнят, как два года назад именно его обращение к руководителю страны стало причиной улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Прямой эфир с президентом, вот эту речь, которую Ахмад Афадович произнес, и те изменения, которые произошли, они очень, конечно же, дорогого стоят и очень серьезно повлияют на всю текущую, на меньшую страну, к республике. И мы не справим медики этого тоже, мы это знаем. А что касается фонда Инсан, он действительно очень нам помогает. Помогает в тех вопросах, которых иногда мы не можем решить. Это экстренные вопросы. Вопросы, связанные с закупкой того или иного лекарственного препарата, когда мы должны соблюсти нормы закона. И они нам помогают до следующего лечения. Они помогают в транспортировке тяжелых больных, когда мы продаем медицинское сопровождение. Они помогают пациентам поверить в жизнь, они помогают вернуться к жизни, за что им большое спасибо. Ифтар для медработников получился действительно праздничным. Для гостей звучали наши доизвестных исполнителей. А студенты медколледжа Мини Башларова показали сценки о герогическом подвиге врачей, работавших в красной зоне. Как медицинским, например, в перчатку в эту толкую попасть? Это же нереально. Хотя, кому сейчас легко? Целью сегодняшнего нашего мероприятия была именно выразить благодарность врачам, которые вот эти тяжелые минуты боролись за жизнь нашей атакой дистанции. Показать то, что мы это не забыли, что мы это ценим, помним, и мы их уважаем. По наступлению времени вечерние молитвы гости приступили к трапезе. Праздничное мероприятие завершилось молитвой, с которой обратился Муфти Республики. Хамз Нурмагмедов, Нурмагамед Магамедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Священный месяц Рамадан для жителей и гостей Республики был ознаменован проведением выставки священных религий пророка Мухаммада, мир и мы благословением, которая прошла в Магарамкенском и Левашинском районах. За временем проведения тысячи верующих с разных уголков республики и соседних государств имели возможность прикоснуться к историческому и духовному наследию ислама. Давайте вспомним самые примечательные моменты этого значимого события. Настоль значимое для всех мусульман событие съезжаются с разных уголков республики. Реликвии пророка Мухаммада, мир и моего сподвижников, прибыли в Левашинский район. Они выехали прямо из Магарамкенского района, где с 22 по 26 апреля проходила выставка. Проводить благословенные осары в Джумамиче села Ярак Казмаляр пришли сотни людей. 25 раритетов. Каждую из них бережно положили в отдельную машину. Сопроводить волос пророка Мухаммада и другие святыни приехали также известные религиозные и общественные деятели. Хочу поблагодарить муфти республики Ахмада Джейфанди за такой подарок нашему народу, не только нашему народу Магарамкенского района, но и всему Южному Дагестану. Многие приходили, посещали, радовались, что привезли. Это для нас был очень большой праздник, что реликвий именно находился в светлое время, в такой месяц Рамадан. И мы сейчас, скажем, сегодня провожаем достойно, передаем наши реликвии надежные руки Левашинскому району, что Джамату. Мы с радостью, с нетерпением ждем. С прошлого года эти реликвии мы неоднократно обращались сами тоже. Это мероприятие будет способствовать укреплению имана всех мусульман. Время в пути заняло около трех часов. По дороге автоколонны встречали жители практически каждого населенного пункта. В самом селе Леваши реликвии встретила группа всадников. Живой коридор людей сопроводил благословенные вещи Даджума мечети. Все готово к мероприятию. Уже сегодня выставка примет первых посетителей. Выставка священных раритетов продлится до 29 апреля включительно. Хамз Нурмагмедов, Додгасанов, телеканал ННТ, Левашинский район. Священный месяц Рамадан для жителей и гостей республики был ознаменован проведением выставки священных религий пророка Мухаммада, мир и мы благословением, которая прошла в Маграмкенском и Левашинском районах. За время ее проведения тысячи верующих с разных уголков республики и соседних государств имели возможность прикоснуться к историческому и духовному наследию ислама. Давайте вспомним самые примечательные моменты этого значимого события. Последний день, последние часы, последний шанс, чтобы увидеть священные реликвии пророка, мир ему. Времени постить экспонаты остается все меньше и меньше, но люди продолжают пребывать, ведь упустить такую возможность никто не хочет. Посмотреть на частицу пророка его волос приходят дружно с семьями. По стиле выставку и сновя заместителя руководителя администрации президента России Магомед Салама Магомедова. По милости Всевышнего нашему району удостоилась такая честь принятия этой священной реликвии. Уверен, в этом большой барракад есть. В принципе, мы это видим и по количеству людей, которые здесь есть. И днем, и ночью люди ходят. Мы должны только радоваться, что у нас есть такая возможность, и не терять такую возможность, тем более такой священный месяц Рамадан. Должны благодарить Всевышнего, восхвалять за то, что у нас есть такая возможность. И всех причастных к этому делу. Да, конечно, понравилось. Давно же было такое возможность. А пишешь внутренние ощущения? Мне кажется, они непередаваемые. Да, внутренние умиротворения, какое-то успокойствие. Потому что люди, которые, зайдя сюда, не знают, что сказать про это, очень наполнился хорошими эмоциями, ощущениями. Так и подходит к концу большой праздник для горцев. Четыре дня Левашинский район был магнитом для верующих Дагестана. Поток людей не прекращался ни на минуту, ни днем, ни ночью. Оргкомитет работал на износ. Свыше 200 волонтеров круглосуточно несли дежурство. А чтобы принять огромное количество желающих, пришлось приложить максимум усилий. Начиная с вечерной выставки, это было где-то, скажем, после ночного намаза, где-то 8 часов начали официально уже людей запускать. После этого еще ни одну минуту мы людей не останавливали, кроме как для технического обслуживания, например, прибраться, убрать внутри, почистить всю пыль. Когда много людей заходит, все равно пачкается. Мы так примерно считали день, где-то около 20 тысяч человек заходили, смотрели на реликвии, принимали участие во всей этой церемонии. Мы постарались, чтобы давка не было, как-то разделить по, скажем так, по определенным группам, чтобы они стояли, потом проходили. И женщин, и мужчин. Мы сначала пускаем женщин, например, определенные минуты 15-20, потом приостановлены потоки, когда мужчин увеличивается, и мужчин пускаем. Вот так старались, чередовали потоками, чтобы задержки не были особо. Все усилия оправдались на 100%, в этом нет сомнения. Выставка реликвий объединяет дагестанцев и укрепляет наши узы братства. Здесь в ходе зиара-то видятся не только друзья, но и враги. Здесь многие распри и прекращаются. Такими темпами, очень, скажем так, праздничной атмосферой для всего, в первую очередь для нашего района, Левашинского района, для всего Леваши. Это на самом деле праздник, который, да, мы, наверное, навряд ли в жизни еще раз такое увидим. Это огромный шанс увидеть эти реликвии, собрать всех наших людей, которые сюда приходили люди, и которые годами друг с другом не виделись, даже были, которые не общались. Мы хотим выразить огромную благодарность от всех жителей нашего района, Левашинского района, хранителю реликвий, муфтию нашей республики, шейху Ахмаду Афанде Абдулаеву, за то, что он дал нам такую возможность, такой почут оказал, чтобы мы удостоились принимать у себя эти частички любимца Всевышнего и его сподвижников. Это история для нас останется на память навсегда. Мы этого никогда не забудем. И также хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал нас за все это время, были рядом с нами, оказывали всяческую поддержку. Пусть Аллахаме будет доволен, даст вам долгих лет жизни и здоровья. Реликвии собраны, упакованы и отправляются на хранение. Впереди их ждет три часа пути, а мусульман месяца и годы приятных воспоминаний. Хамз Нурмагмедов, Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Левашем. Муфтия Дагестана совместно с благотворительным фондом «Инсан» и группой меценатов республики организовал гуманитарную помощь для жителей освобожденного Мелитополя. Сопровождавший груз руководитель делегации Магомед Гаджимагамедов встретился с новым мэром города. В гуманитарный груз вошли продуктовые наборы, предметы быта и многое другое. Общий вес оказанной помощи 25 тонн. Продолжение темы – сюжет наших корреспондентов. Вот очередной раз мы выехали. Гуманитарные помощи едем в сторону Украины, поддержать наших солдатов, поддержать нуждающих. Украинцев, мирных жителей поддержать. Иншаллах, мы доедем туда уже завтра вечером. Надеюсь, там будем на месте. Гуманитарный груз выехал из Дербентова в освобожденный Мелитополь. Дорога заняла полторы сутки. Это больше 1200 километров. На крымско-украинской границе дагестанскую делегацию сопровождала военная техника. Благотворительная помощь прибыла в пункт назначения. Руководитель делегации Магомед Гаджимагамедов встретился с мэром Мелитополя. Глава города поблагодарил братский дагестанский народ за первую необходимую помощь нуждающимся горожанам. Мы выражаем огромную благодарность муфтию Дагестана, Ахмеда Фанды, меценатам, дербенским меценатам, меценату Магомеду, который привез нам эту помощь. Эта помощь нужна очень нашим жителям города. И мы признательны нашим друзьям, нашим братьям за то, что они о нас не забывают, за то, что они нам помогают. Огромное им за это спасибо. 25 тонн гуманитарного груза выгрузили в склад. Уже отсюда местное руководство с волонтерами распределит помощь среди нуждающихся. Дагестанцы также постили один из детсадов освобожденного города. Деткам они раздали подарки и сладости. И на протяжении этой недели будет выдано по школам и детским садам вузам, которые сейчас функционируют в нашем городе. Порожаем огромную благодарность муфтияту Республики Дагестан во главе с муфтием Ахмедом Афандеем, фонду «Инсан», меценату Магомеду и другим меценатам города Дербента. Предоставлены гуманитарные помощи для наших работников образования на постоянной основе. Подобная помощь от муфтията благотворительного фонда «Инсан» и мецената в Республике будет продолжена, отметили представители дагестанской делегации. Это были итоги недели на ННТ от лица нашей телекомпании. Поздравляю всех мусульман с праздником Мураза Байрам. Пусть в домах царит мир и покой. Увидимся на следующих выходных.